Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары и так коротко о некоторых из них. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С поставленной задачей справились. Первые стрельбы новобранцев спортивных род прошли на Рощинском полигоне. С 8 по 21 июня пройдут гидравлические испытания тепловых сетей, по каким адресам не будет горячего водоснабжения. Они оказывают поддержку пенсионерам, людям с ограниченными возможностями, детям-сиротам и тем, кто попал в непростую жизненную ситуацию. 8 июня в России отмечают День социального работника. В преддверии праздника представителей профессии поздравил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Подробности в нашем сюжете. Помощь людям – это не работа, а веление сердца, признается медсестра Елена Гнутова. Много лет работает в пансионате для инвалидов, страдающих психическими хроническими заболеваниями. Свой опыт работы с тяжелобольными подопечными обобщила в докладе об особенностях нетранспортабельных больных. Предложенная Еленой Гнутовой методика сегодня успешно применяется. Я в этой профессии 22,5 года. Обход, инъекции, осмотр. Пришла и все. И не испугалась. Вот работаю. И таких героев в сфере социальной защиты населения в Самарской области трудится свыше 18 тысяч человек. Случайных людей в нашей сфере не бывает. Мы очень все любим свою работу, любим своих бабушек, дедушек. Они нам как родители, как наши родители. Конечно, забота в первую очередь о тех, кого мы опекаем, кого мы обслуживаем. Это в первую очередь. Ну и выполнение всех услуг по стандартам. В нашем округе работает 100 человек. Это и Новокуйбышевский, и Волжский район. Моя работа руководить, чтобы всем было тепло, светло, чтобы хватало материалов, чтобы было приятно, удобно. И хотелось идти на работу. В преддверии профессионального праздника работники социальной сферы принимают поздравления и слова благодарности. Специалистов отмечают высокими наградами. Поздравил людей с самой доброй профессией губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Мы, если сравнивать с 2017 годом, в два раза увеличили меры социальной поддержки. Благодаря национальным проектам, инициированным президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, и нацпроекту «Демография». Если сейчас говорить о социальных контрактах, у нас в прошлый год, по-моему, 8,5 тысяч социальных контрактов на этот год. У нас планы еще более масштабные. Мы должны там точно перейти за 9 тысяч. И, собственно, само количество, оно же не вот там является главным показателем. Важно, чтобы эти средства, которые мы передаем людям, благодаря вам, вашему наставничеству, они действительно людям помогали преодолевать сложную ситуацию. Сегодня в Самарской области помощь от социальной службы получают свыше миллиона человек. Ветераны, люди с ограниченными физическими возможностями, пенсионеры, дети-сироты и многодетные семьи. Ольга Волкова, Николай Епифанов. События. В Самаре состоялось заседание антинаркотической комиссии под руководством главы города Елены Лапушкиной. Собравшиеся обсудили вопросы о повышении эффективности мер, направленных на выявление лиц, употребляющих наркотические и психотропные вещества, а также организации просветительской работы, направленной на предупреждение распространения наркомании среди детей и молодежи. Подробнее расскажет Максим Магомедов. Борьба с употреблением и вовлечением в употребление запрещенных веществ – основная цель участников антинаркотической комиссии, которую провела глава города Елена Лапушкина. Представители городских департаментов доложили о результатах работы по профилактике незаконного употребления наркотических и психотропных веществ на территории Самары. О состоянии работы по раннему выявлению лиц, допускающих немедицинское потребление наркотиков, в том числе итогах проведения в 2021-2022 учебном году социально-психологического тестирования обучающихся в образовательных учреждениях и об организации мотивационной работы в образовательных учреждениях с обучающимися и родителями, либо законными представителями по прохождению социально-психологического тестирования. Социально-психологическое тестирование проводится в соответствии с законом об образовании и распоряжением Министерства образования области с целью психодиагностического обследования, которое позволяет выявить факторы риска возможного вовлечения школьников в зависимое поведение. Задача школы – обеспечить максимальный охват тестирования детей и объяснить родителям важность и необходимость этой процедуры, а также рассказать об индивидуальном подходе к обработке результатов. Руководители образовательных учреждений, где были отказы от прохождения тестирования, также получили рекомендации проводить работу с родителями, то есть основная задача здесь классных руководителей – проводить беседы с родителями своих обучающихся, приглашать на родительские собрания, общение с педагогами, психологами школьными, ну и также освещение данных вопросов на педсоветах, методических объединениях. На базе летних оздоровительных центров и в пришкольных лагерях проводится профилактическая работа, направленная на популяризацию спорта и здорового образа жизни. В 2022 году на территории Самары запланировано более 300 спортивных соревнований по 50 видам спорта с привлечением почти 100 тысяч участников. Летом планируется провести кросс-кантри-веломарафон, девиз которого «Наркотикам нет, выбирай велосипед» и спортивные праздники под девизом «Спорту да, наркотикам нет». В первую очередь формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни и негативного отношения к потреблению наркотических и психиатурных веществ. И одним из главных направлений на эту работу, конечно же, является организация официальных спортивных мероприятий, физкультурно-массовых мероприятий, проведение профилактической работы в наших подъемственных учреждениях. Чтобы привлечь к занятию спортом несовершеннолетних, планируется реализация проекта «Стань чемпионом», который предусматривает проведение бесплатного тестирования детей для выявления их предрасположенности к определенному виду спорта. С целью профилактики употребления наркотических веществ в социальных сетях и СМИ регулярно ведется пропаганда здорового образа жизни. Для детей и молодежи проводится оказание бесплатной социальной и психологической помощи специалистами, которые работают в Самарском доме молодежи. Максим Магомедов, Константин Головин, События. Самарский водитель троллейбуса занял второе место на всероссийском конкурсе профмастерства. На счету Сергея Василенко это уже вторая победа. Несколько лет назад, когда соревнования проходили в Самаре, он тоже стал серебряным призером. Тему продолжит Сергей Кизоркин. Сергей Василенко крутит баранку троллейбуса вот уже более 10 лет. За это время стал первоклассным водителем. Свой статус трижды подтвердил на городских этапах конкурса профмастерства и дважды на всероссийском. В этом году соревнования проходили в Омске. За звание лучшего боролись 36 водителей троллейбусов со всей страны. Сергей Василенко занял второе место. Проходить испытания приходилось на разных марках и моделях троллейбусов. До начала конкурса организаторы даже не позволили ни разу на них прокатиться. Осваивать технику пришлось на ходу. У нас были три модели троллейбусов. Модели совершенно отличаются друг от друга. Это очень разные троллейбусы. У них даже отличаются габариты. То есть самый длинный в этом этапе был «Адмирал». Потому что его длина 12,9. А бокс, в который надо заехать, допустим, он 13 ровно. Я его сам выбрал. Эта модель более новая, она лучше в маневренности, в отличие от двух других. «Адмиралы», оснащенные кондиционерами, самарцев возят по четвертому маршруту с прошлого года, благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Сергей Василенко трудится на шестом, поэтому на «Адмирале» он впервые показал скоростное и комфортное вождение со знанием правил дорожного движения и культуры обслуживания только на всероссийском конкурсе. Индикатором качества работы послужил этап, который организаторы в шутку назвали «Не урани бабушку». Сейчас это манекен, установленный в середине салона. До этого был стакан с водой. Вести троллейбус нужно так, чтобы он не шелохнулся. Напарник по работе, кондуктор Ярослава Салливан, рассказывает, в реальной жизни Сергей Василенко водит троллейбус очень плавно, поэтому пройти конкурс ему не составило большого труда. Он на линии очень аккуратно водит и как работник тоже очень ответственно подходит к работе и к кондукторам очень вежливо относится. Жалоб, никаких нареканий нет. Пассажиры, узнав, что сегодня их везет один из лучших водителей троллейбусов в России, были приятно удивлены и дали свою оценку работе Сергея Василенко. Приятно очень. По езде чувствуется, что спец очень плавно, даже не чувствуется, что тормозит. Оцениваю отлично, потому что едем спокойно, тихо и все прекрасно. Конкурс профмастерства всероссийского масштаба в 2020 году проходил в Самаре. Тогда Сергей Василенко впервые занял второе место. А его самарский коллега Евгений Иркин стал третьим, проработав до этого в ТТУ всего несколько месяцев. Руководство предприятия уверено в качестве знаний и умений, которые бесплатно получают слушатели местного учебного центра. Можно взять любого водителя троллейбуса из 250 работающих в Самаре, и каждый покажет достойный результат. Конкуренция на соревнованиях между трех городских депо высокая, подтверждает дирекция ТТУ. Приятно, потому что всегда ТТУ славилась хорошей подготовкой, хорошим преподавательским составом, хорошими наставниками. Мы традиционно за последние, наверное, ну может быть там ошибусь, за последние пять лет всегда входим в тройку призеров конкурсов. Есть к кому участвовать, есть куда стремиться. Всероссийский конкурс профмастерства водителей троллейбусов в этом году проходил в рамках реализации мероприятий нацпроекта «Безопасные качественные дороги». А еще его проведение совпало со Всемирным днем окружающей среды. А как известно, электрический транспорт самый экологичный и тихий из существующих. И что удивительно, самая большая троллейбусная сеть в мире находится в России. В Самаре она составляет 212 километров, а парк включает 235 троллейбусов. Водители, участники конкурса профмастерства, повышают не только свою классность, но и автоматически зарплату. Это стимул для рабочих ТТУ, а для желающих освоить профессию – зеленый свет. Предприятие активно приглашает на работу. Выпускникам учебного центра при трудоустройстве выплачивают 100 тысяч рублей подъемных. Молодежь получает бонусы к основному заработку. В этом году усилен соцпакет, в том числе за счет повышения зарплаты. Сергей Василенко после успешного выступления на всероссийском конкурсе профмастерства без вознаграждения не останется. Помимо 150 тысяч призовых, еще получит 50 тысяч от работодателя в качестве благодарности. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События. Началось формирование состава общественной палаты Самары. На первом заседании присутствовали 14 кандидатур, рекомендованных главой города для вхождения в состав. В СМИ также размещены сведения о порядке и сроках предоставления материалов, о кандидатах которых со 2 по 16 июня могут предлагать общественные советы и некоммерческие организации для вхождения в совещательный и консультативный орган городского округа. На организационном заседании установили процедуру конкурсного отбора, который должен пройти с 16 по 25 июня. В состав общественной палаты, помимо предложенных 14 человек, войдут еще 13 представителей общественных советов и НКО. Изготовители роллов, которыми, как считают правоохранители, отравились жители Тольятти, привлекут к ответственности. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Выполнение работы или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Напомню, о массовом отравлении стало известно в понедельник, 6 июня. За помощью к медикам обратились 22 человека. Как выяснилось, все они заказывали роллы в одной и той же службе доставки, расположенной в центральном районе Тольятти. Работу точки питания приостановили. К разбирательству привлекли сотрудников Роспотребнадзора, прокуратуры и следователей. А теперь коротко о других темах этого дня. Новый президент завода «АвтоВАЗ» Максим Соколов рассказал о планах работы на посту руководителя компании. По его словам, инвестиционно-транспортное направление, туристические и промышленные блоки имеют запас прочности на ближайшую перспективу. Соколов в обозримом будущем планирует сделать ставку на импортозамещение, расширение базы поставщиков и логистических цепочек, как на территории Самарской области, так и Приволжского федерального округа в целом. Предполагается и сотрудничество с Петербургом. В Сызрине появится территориальное медицинское объединение. Это позволит сделать медпомощь для жителей доступнее. Реализация проекта будет вестись в два этапа. На первом планируется объединить Сызранские медицинские учреждения, центральную городскую и районную больницы, городские больницы номер 2 и 3, городскую поликлинику и станцию скорой медицинской помощи. На втором этапе возможно присоединение к объединению Шигонской районной и Октябрьской городской больниц. Результатом работы станет создание двух диагностических центров для детей и взрослых. Здесь можно будет пройти необходимое обследование и консультации специалистов. В Самаре отправили в суд уголовное дело 41-летнего Сызранца, обвиняемого в грабеже, разбоях и угоне. По версии следствия, днем 23 октября 2021 года обвиняемый пришел в Самарский ломбард, разбил витрину молотком и забрал золото на 58 тысяч рублей. После чего увидел, как 28-летняя девушка садится за руль Инфинити. Угрожая расправой, грабитель забрал у нее две цепочки и наличные, и приказал ехать в направлении улицы Вилоновской. А по пути заставил попросить у родственника перечислить на карту 30 тысяч рублей и снять их в банкомате. Затем он решил поехать в Сызрань. Во время поездки автомобилистка пыталась привлечь внимание. Она грубо нарушала ПДД, а около поста ДПС подавала фарме сигналы полицейским. Те остановили автомобиль, и девушка крикнула, что ее похитили. После чего полицейские задержали злоумышленника. Самарская таможня возбудила уголовное дело по факту контрабанды четырех медвежат в Узбекистан. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. В апреле этого года таможенники в районе КПП Сагарчин Оренбургской области остановили автомобиль, перевозивший на заднем сиденье в деревянных ящиках четырех двухмесячных бурых медвежат. Оказалось, что их продал сызранский предприниматель. Однако по документам животных передали дар гражданину Узбекистана. Бурые медведи находятся под угрозой исчезновения, поэтому, согласно экспертной оценке, стоимость медвежат составляет 160 тысяч рублей. Для их вывоза из России необходимо специальное разрешение. Его у водителя не было. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере до миллиона рублей. Расписание грузовой переправы между Самарой и Рождественной изменится 7 июня. Вечером во вторник паром не выйдет в рейс. Планируется пустить новый речной транспорт до Ширяева и Винновки. В Самару прибудут еще четыре скоростных судна на подводных крыльях «Валдай». Поставкой занимается государственная транспортная лизинговая компания. Прием первого судна состоялся 3 июня. «Валдаи» предназначены для пассажирских перевозок и речных прогулок по Волге. Они рассчитаны на 45 человек и способны развивать скорость до 65 км в час. Судно имеет двойное остекление иллюминаторов, а его корпус создан из прочного алюминиевого сплава. Планируется, что в навигацию в этом году они перевезут около 40 тысяч человек. Самарцы могут оценить качество оказания государственных услуг. В городе активно развивается платформа обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе». Этот сервис позволяет организовать работу с обращениями граждан, а также проводить онлайн-опросы по социально значимым темам. Проголосовать могут все жители города, имеющие регистрацию на едином портале государственных услуг. Полученные результаты используют для улучшения качества работы. Сейчас на платформе обратной связи доступны опросы по следующим темам. Оценка удовлетворенности услугами учреждений здравоохранения региона по получению помощи пациентам с заболеванием сердечно-сосудистой системы. Оценка удовлетворенности услугами центра занятости, услугами соцзащиты населения. Для того, чтобы принять участие в опросе, достаточно зайти на официальный сайт администрации Самары на главной странице найти веб-виджет «Мой выбор. Мое будущее». Он расположен рядом с блоком новости. Далее необходимо нажать кнопку «Участвовать» и выбрать раздел «Опросы». Самарская область заняла седьмое место среди регионов Приволжского федерального округа по продажам туров в рамках программы туристического кэшбэка. Об этом свидетельствуют данные одного из профильных сервисов. По сравнению с прошлым годом, спрос на отдых в Самарской области вырос на 40%. В топ-10 вошли следующие регионы. Башкортостан, Нижегородская область, Пермский край, Татарстан, Кировская область, Мариэл, Самарская область, Пензенская, Мордовия и Ульяновская область. Среди городов-курортов впереди Сочи, Кисловодск, Есентуки, Анапа и Пятигорск. Возобновили авиарейсы из Самары в Турцию. В понедельник в 19 часов улетел первый самолет Самара-Стамбул. В Турцию он прибыл в 22.45. Кроме того, по вторникам, в середину июня, теперь будет летать самолет Самара-Анталия. А с июля на турецкие курорты Самары будут курсировать лайнеры уже двух авиакомпаний. Кроме того, в ближайшее время планируют запустить прямые рейсы из Самары в Египет. Во второй половине июня из Самары пустят прямой рейс на Черное море. Двухэтажные поезда будут ходить на Эмиритинский курорт, который находится в Адлерском районе Сочи, недалеко от границы с Абхазией. Поезд будет курсировать раз в пять дней. Отправление из Самары в 16.35 со станции Эмиритинский курорт в 18.56. В пути следования поезд будет делать остановки на станциях Сызрань, Саратов, Олгоград, Краснодар. В составе поезда двухэтажные вагоны-купе, вагоны СВ. Первый поезд отправится из Самары 17 июня из Эмиритинского района 19. Билеты уже поступили в продажу. На Рощинском полигоне прошли первые стрельбы новобранцев спортивных род Центрального спортивного клуба армии. Паспорта болельщиков «Ан-Айди» могут отменить. А самарские легкоатлеты выступят в Челябинске на первой всероссийской спартакеаде по летним видам спорта. Обо всем подробнее в нашей спортивной рубрике. Первые стрельбы новобранцев спортивных род Центрального спортивного клуба армии прошли на Рощинском полигоне общевойнской армии Центрального военного округа в Самарской области. Под руководством инструкторов спортсмены выполнили упражнения учебных стрельб из автомата Калашникова. Стрельбы проходили в рамках курса начальной военной подготовки, на котором новобранцы изучают азы военной службы. В боевой стрельбе приняли участие около 200 новобранцев ЦСКА, которые представляют 20 олимпийских видов спорта и являются членами сборной России, победителями международных первенств и олимпийскими чемпионами. Депутаты КПРФ внесли в Госдуму законопроект об отмене паспорта болельщика. Об этом сообщается на официальном сайте партии. Закон «Оффан-Айди» вступил в силу с 1 июня 2022 года и вызвал неоднозначную реакцию. Авторы инициативы по его отмене ссылаются на недовольство огромного числа болельщиков, которые возмущены тем, что якобы за них решают, кому доступны массовые мероприятия, а кому нет. Самарские легкоатлеты выступят в Челябинске. Там пройдут всероссийские турниры по легкой атлетике в рамках первой всероссийской спартакиады по летним видам спорта. Помимо действующей инфраструктуры, в городе развивают плоскостные объекты. В ближайшее время планируется открытие большого спортивного комплекса. Запланировано строительство крытого футбольно-легкоатлетического комплекса с беговой дорожкой и секторами для прыжковых дисциплин, который позволит круглогодично осуществлять физическую подготовку. В регионе одна из ведущих судейских бригад. На высоком уровне проходят и межрегиональные, и всероссийские соревнования. Не исключено, что чемпионат России по легкой атлетике в 2023 пройдет там же. В Королеве прошло первенство России по боксу среди девушек от 13 до 16 лет. В соревнованиях приняли участие 390 спортсменок из 60 субъектов страны. Самарскую область представили 11 спортсменок. Лучший результат продемонстрировала Арина Голубцова. Она завоевала золотую медаль в весовой категории 54 килограмма, рассказали в региональном Минспорте. На сегодняшний день три спортсменки – Арина Голубцова, Лала Абасова и Виктория Романовская – входят в основной состав сборной команды России по боксу. По итогам прошедших турниров впервые в резервный состав сборной войдут еще две представительницы Самарской области – Алсуна Сырова и Александра Попова. Эксклюзивный проект телеканала «Самары ГИС» – обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они пишут на своих информационных площадках. В телеграм-канале администрации «Самары Вести» с Дворянской сообщают, что с 8 по 21 июня пройдут гидравлические испытания тепловых сетей от «Самарской ГРЭС». Горячее водоснабжение будет приостановлено в границах улиц Буянова, Полевая, проспект Ленина, улица Осипенко, Волжский проспект, улица Максима Горького, Кутикова, Куйбышева, улица Комсомольская, Молодогвардейская, Пионерская, Самарская, Венцика, Красноармейская, Ленинская, Рабочая, Арцебушевская и Ульяновская. Напомним, гидравлические испытания – один из самых эффективных способов проверки состояния коммуникаций. Энергетики призывают жителей соблюдать меры предосторожности и находиться рядом с трубопроводами надземной прокладки, а также рядом с тепловыми камерами, не оставлять в охранных зонах теплотрасс автомобили. Горячее водоснабжение будет восстановлено после устранения выявленных повреждений. В том же источнике сообщается о том, что в Самаре 10 июня пройдет музыкально-патриотический фестиваль «Виват Россия», посвященный Дню России и 350-летию со дня рождения императора Петра Первого. Он откроется в летнем театре Струковского сада в 12 часов выступлениями детско-юношеских духовых оркестров региона. На аллеях Струковского сада с 12 до 17 часов для гостей праздника будут работать тематические площадки. Кузница, мастерская по плетению гамаков и созданию бутоньерок из цветов, мастер-классы по вязанию морских узлов, площадка старинных подвижных игр. После 17 часов начнется концерт сводного оркестра Самарского гарнизона, Самарского концертного духового оркестра и Адмиралтейского оркестра и Санкт-Петербурга. Фестиваль завершится исполнением марша Агапкина «Прощание славянки». На открытой сцене в течение дня все желающие смогут посмотреть фильмы о Петре Первом. Администрация Красноглинского района переживает за здоровье жителей и рассказывает, на что стоит обратить внимание при покупке полуфабрикатов, как их правильно хранить, и куда обратиться, если продукт оказался некачественным. А также публикует памятку Роспотребнадзора, которая содержит ответы на эти вопросы. Департамент экономического развития, инвестиций и торговли Самары в своем телеграм-канале рассказывает, как узнать о наличии лекарства в аптеках. Информацию можно получить на сайтах Supremo 63 и allapteki.ru, а также на сайтах аптечных сетей и по телефонам аптек. Кроме того, доступны телефоны справочной службы здоровья 007 со всех кабельных телефонов и 846-213-03 для междугородней и сотовой связи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова